Здравствуйте! Наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала Просвещение. Сегодня выпуски. В сохранении национальной идеи в общественной палате прошли слушания о роли литературы в формировании сильного государства. Чему учат нефтянников? В Тюменском государственном нефтегазовом университете состоялся день открытых дверей. Оскар в области рекламы. В Москве стартовал фестиваль «Канские львы». Члены общественной палаты России намерены поправить список 100 книг для обязательного прочтения школьниками. Это заявление прозвучало в ходе слушаний, посвященных роли литературы в формировании нравственного общества и сильного государства. Как отметил председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Павел Пожигайло, многие проблемы современного общества, ксенофобия, рост преступности, пессимизм связаны в первую очередь с потерей нравственных ориентиров. А между тем литература это та национальная идея, которую мы давно ищем. Если патриотизм был бы основан на гордости человека, выросшего в России, за те смыслы, которые были произведены в истории его государства великими нашими деятелями культуры, то такой патриотизм, может быть, объединил всех. Педагоги также обеспокоены агрессивным вытеснением уроков литературы из школьной программы. 20 лет назад на русскую и зарубежную литературу было 400 часов, сейчас их ровно 200. То есть гуманитарный контент сокращается, он заменяется вещами прагматическими, информатизацией. Я никого не зову в пещеру, но, господа, нужно просто понимать, что мы сервис сегодня выдаем за модернизацию. В ходе слушания обсудили список 100 книг, рекомендованных для чтения Советом Всероссийское педагогическое собрание. По мнению присутствующих, он нуждается в доработке. В список необходимо внести произведения писателей, представляющих национальные культуры России. Эксперты общественной палаты дополнят список и представят свои наработки в Министерство культуры России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ранее сообщалось, что Дмитрий Ливанов встретился со студентами Тамбовского государственного технического университета из числа недовольных объединением вузов. Он объяснил, что большая часть опасений студентов вызвана низким уровнем разъяснительной работы руководства ТГТУ, а это является зоной персональной ответственности ректора. 15-летний юбилей отмечает первый российский университет в Европе – Международный центр МГУ имени Ломоносова в Женеве. Центр является базой для экспорта российской науки и культуры в Европу. Сегодня в нем учатся более 200 студентов. Международная правовая программа реализуется совместно с юридическим факультетом МГУ. Программа «Экономика, экология и право» с факультетом государственного управления, экономическим и географическим факультетами. Преподавание ведется на английском, французском и русском языках. В ближайшее время в центре Ломоносова запустят образовательную программу «Международная журналистика». В долгосрочных планах строительство крупнейшего в Европе российского культурного и научного центра на базе МЛЦ. Чему учат нефтянников? В Тюменском государственном нефтегазовом университете состоялся День открытых дверей. Подобные мероприятия помогают школьникам определиться с будущей профессией. За выбором подрастающего поколения наблюдал корреспондент Тюменского вуза. В гостях у нефтегаза побывало более 450 будущих абитуриентов. День открытых дверей собрал старшеклассников Тюмени, Елутровска, Заводулковска и Шима. Даже ребята и родители из соседней Челябинской области, не испугавшись расстояния, приехали для знакомства с университетом. Традиционное вузовское мероприятие на этот раз прошло по-новому. О жизни в стенах нефтегаза рассказали сами студенты. Гости узнали, что в университете действует 22 общественных объединения и более 80 творческих студий. Ребята, поступившие в вуз, не только получают интересную и востребованную специальность, но и имеют возможность реализовать себя в науке, творчестве, общественной деятельности и спорте. Мне порадовало то, что в институте не только идет обучение, а вот такая активная студенческая жизнь. Я думаю, что нефтегаз – это успешный университет, который дает возможность изучить много специальностей. Ну и то, что если поступаете в нефтегаз, то всегда найдете работу по специальности, мне кажется. Хороший институт, куда нам стоит даже поступать. Мы сами уже определились, сами будем называть физику и даже определились, в какой профессии. В течение всего учебного года старшеклассники принимают участие в мероприятиях вуза. Не так давно в рамках уже полюбившейся школьникам акции «Мой выбор нефтегаз» состоялся конкурс юных корреспондентов. Ребята попробовали свои силы в журналистике и получили заслуженные призы и дипломы. Первая в области студенческая телерадиокомпания «Наша юность», существующая в Тюмг-НГУ, дает возможность ребятам рассказать о себе, об интересных людях и событиях, благодаря которым вот уже 10 лет нефтегаз входит в золотую пятерку вузов Тюменской области. Удивить, но не обмануть. Взаимодействие журналистов и научного сообщества обсудили в Архангельске. Здесь начал свою работу германо-российский медиафорум. Присоединилась к дискуссии Елена Сергеенкова. Как рассказать читателям и зрителям о научных открытиях доступно, интересно и адекватно? И как при этом не ступить на путь лженауки в погоне за рейтингом? Ответить на эти и другие вопросы собрались в Архангельске более 40 молодых журналистов из Германии и России в рамках германо-российского форума СМИ. Это уже девятый форум. Он уже проводился столько раз и очень жаль, что только сейчас его темой стала наука. Наука, её открытие, достижение и провалы для европейских читателей и зрителей настолько же популярны в средствах массовой информации, как спорт, политика и культурные события. Российская научная журналистика пока на пути к своей аудитории. Мы хотим узнать, что происходит в области науки в Архангельске, какие есть научные исследования в Арктике. И мы хотим, чтобы журналисты и русские, и немецкие поняли, какова ситуация науки и научной журналистики здесь. В рамках форума пройдут практические семинары, подиумные дискуссии и мастер-классы, на которых участники будут искать ответы на вопросы о том, как журналисты должны работать с учёными, а учёные – журналистами, чтобы говорить о науке не просто умными словами, но честно, понятно и, главное, интересно. Вечерние платья от кутюр, папарацци и свет софитов. В Москве стартовал самый ожидаемый фестиваль рекламы – «Канские львы». По красным дорожкам московского дома кино прогулялась Екатерина Шахова. Пиар-премия «Канские львы» – «Оскар» в области рекламы. Из жарких кам приехала прямиком в заснеженную столицу. Вечер посвящен тем, для кого реклама – это не просто 15-секундный ролик между фильмами, а истинное искусство. Самое большое искусство – сделать рекламу короткой, очень ёмкой, объёмной, донести до зрителя то, что вы хотели донести, самое главное, при этом ещё получить покупателей. Я безумно люблю рекламу, которая вообще отвлечённая от продукта, которая заставляет как-то подумать и выстроить логическую цепочку интеллектуальную провести. Вот это замечательно. «Канские львы» – это самая престижная и самая ожидаемая награда для тех, кто создаёт, придумывает и воплощает. Это не просто фестиваль рекламы, это фестиваль креативности. 59-й фестиваль креативности «Канские львы» собрал 11 тысяч человек из 94 стран, друзья. Это был самый масштабный за всю историю «Канских львов» фестиваль. Простой зритель приходит сюда, чтобы посмотреть, какой должна быть настоящая реклама. Специалисты стремятся увидеть программу «Канских львов», чтобы получить новые знания о технологиях рекламного бизнеса и узнать, что будет задавать новые рекламные тренды в будущем. Реклама должна быть красива, как истинная женщина. Не раскрываться с самого начала, а приоткрыть завесу тайны в конце. Что же это такое было? И ты раз, и показываешь. Вот это стильно. Такие рекламы, как «Мерседес», такие рекламы, как «Рибок», такие рекламы, как «Ланком». Это всегда очень интересно, это всегда очень красиво. Помимо традиционного показа лучших роликов мира и проведения развлекательной программы, гостей фестиваля ждала масса сюрпризов. Так, инновацией 59-го фестиваля стал конкурс зрительских симпатий «Ребенок-2012». Перед началом официальной презентации публике было показано 16 русских роликов, из которых зрителям предлагалось выбрать лучший. Ролики-победители будут показаны в сети кинотеатра «Формула-кино». Екатерина Шахова, Илья Титов, телеканал «Просвещение». Мир науки, образования и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. Далее вас ждет прогноз погоды, а мы прощаемся. Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова